В рамках межведомственной акции «Вместе за здоровое будущее» сотрудники УВД Брестского обл. сполкома совместно с Управлением по наркоконтролю и противодействию торговли людьми провели рейд по общежитиям города Бреста на выявление в местах проживания студентов лиц, которые имеют связь с наркозбытчиками. В этом рейде сотрудники правоохранительных органов посетили общежитие при Брестском областном училище Олимпийского резерва. В рамках этой акции проходят различные мероприятия. Такого плана, как спортивные мероприятия, интеллектуальные игры, также сегодня будет проводиться рейд. Данные мероприятия проводятся милиционерами Брещины на постоянной основе на территории всей области. Их цель – спрофилактировать распространение наркотиков в молодежной среде, так как молодежь – это будущее нашей страны, а наркотики – это угроза. Польза таких акций на первый взгляд очевидна. К сожалению, некоторые молодые люди в погоне за легкими деньгами забывают, что их жизнь может измениться в один момент и отнюдь не в лучшую сторону. Нынешний рейд проведен по местам проживания спортсменов, будущих представителей нашей страны на международной арене. Они, как никто другой, должны понимать, чем опасно связываться с наркотиками и наркоторговцами. Занимаюсь спортом уже 8 лет и негативно отношусь к наркотикам. Ну, это бессмысленная штука, потому что это, можно сказать, как грязные деньги. И занимайтесь спортом, потому что спорт – это жизнь. Вообще не вижу смысла вот этим заниматься, если ты идешь как минимум даже в спортивную деятельность, как вы говорили, находили у спортсменов, потому что это портит, во-первых, здоровье, энергии, силу. И даже вот с этим препаратами ты никак уже не покажешь себя в спорте и в дальнейшей жизни. В Беларуси с наркотиками лучше не шутить. От слова совсем сроки за сбыт за хранение и употребление могут варьироваться от 3 лет до 25. Но учитывая, что в основном обнаруживаются именно закладчики, то здесь злоумышленник попадает под сразу несколько статей. А это значит, что, сев свои условные 23, молодой человек увидит свободу уже взрослым мужчиной или женщиной, только то потерянное время за решеткой уже никто не вернет. Александр Богданович, Андрей Щербай, Александр Бакаревич, телекомпания Бухтовая.